Приветствую всех на своем канале. Сегодня снова стрим. С прошлого раза получилось не очень красиво, потому что меня убивали напрочь. Оказалось, что все-таки билды рулят и нужно было строить билд. Я потратил некоторое время на то, чтобы узнать, как сбросить параметры персонажа и перенастроить билд на призывателя скелетов. Попробуем сейчас скелетами завалить эту тушу, если получится. Если не получится, значит будем пробовать другой билд. Вариантов-то каких? Никаких. Поэтому вот как-то так. Такие планы на сегодня. Пробуем, пробуем. Так. Ну, смотрите. Все-таки скелеты рулят. Исследуйте гробницу Талраши. Так. Насколько я понимаю, у меня завалили... Завалили моего любимого напарника. Надо в город сгонять. Приветствую. Приветствую. Смотрю, уже получше, чем в прошлый раз было. Да я сбросил статы и скелетов прокачал, по твоему совету и по мануалу из интернета. Ну, собственно, скелеты этого толстого мудака и завалили. Я сейчас просто гробницы вычищаю. Вдруг там что-то есть. Добрый день. Полезное для меня. А на самом деле, как бы, можно уже, конечно, на третий акт уходить. Но я пока не спешу. Просто реально, для меня, конечно, большая загадка такой... Почему бы не разрешить сброс статов хотя бы на легких уровнях? Почему они так вот жестко забиты? Один раз можешь сбросить на сложности. Ну, один раз это вот этой фиолетовой женщины на первом первом акте. А потом-то все. Я его по глупости и сбросил. Что в самом начале. Просто если запускать игру с ключом... А там ключ, я название сейчас не вспомню его... То можно заходить и в любой момент сбрасывать вот здесь вот... И очки распределения, и умения. А так, есть другой способ. Через токен. Но это только в три сложности, и пока не соберешь нужную эссенцию. Ну да, я про эти эссенции тоже читал. Но я говорю, что есть программный ключ. Я уж не знаю, кто его ввел и с какой целью. Но можно запускать игру с этим ключом, и можно тогда сбрасывать статы в любое время, сколько хочешь раз. Но явно он там не с горы свалился. Его туда разработчики внедрили. Если внедрили, значит, щитово. Я так считаю. А вот ты тут, кстати, не прав. Потому что я этот способ именно для лицензии узнал. Там можно указать при запуске из стима, запускать с дополнительными параметрами команды строки. И, собственно, эти параметры указать. И тогда у тебя будет лицензия запускаться с этими параметрами. Вот то, что я вычитал в интернете. Приветствую. Я Мисхив, капитан этого корабля. Хожу по двум морям и иногда до Кингспорта в Вестмарше. Правда, я уже давненько нигде не был. Джархин приказал мне оставаться в порту. Говорит, я могу ему понадобиться. Джархин сказал, что я должен отвезти тебя на восток, в Кураст. Я не был там несколько лет, но слухи ходят довольно мрачные. Мой спутник глубоко вдохнул холодный, сырой воздух гробницы. Он будто придал ему сил. Я стоял у входа на границе света и тьмы. То, что осталось от голоса разума, умоляло меня не входить. Но это был уже едва слышный шепот. Чем глубже мы спускались в гробницу, тем заметнее становились перемены в моем спутнике. Он обретал силу на глазах. Я почти ничего не видел во мраке, а он шел будто по знакомой тропе. Наконец, мы очутились в огромном зале. Продолжение следует... И тогда я понял, у тебя есть руна Таллиэд в сундуке. Если есть, могу подсказать с рунным словом. Я гляну. Ты был скоростью, а потом явился ты. Стой! Никто не вправе выпускать это чудовище на свободу. Даже ты! Посмотри, кем я стал! Выпусти меня! Помоги! Прошу, скорее! Нет, не смей! Глупец! Ты только что обрек весь мир на гибель. Ты даже представить себе не можешь, что натворил. Иди на восток, в храм света в Курасте. Там перед тобой откроются врата в преисподнюю. Преодолей страх и войди, Мариус. Отнеси камень в адскую кузню и уничтожь его там. А теперь беги! Бери камень и беги! Я побежал. Что еще мне оставалось? Здравствуй. Храдли умелый мастер. Моему ордену пригодились бы его уникальные таланты. Как же долго доходит сообщение. Уж лучше сам читай тогда. Так у меня... Я не знаю, до кого долго доходит. Скорее всего, долго доходит до тебя. Потому что я подозреваю, что то, что ты пишешь, мне моментально прилетает. Просто я... Мой отмет к тебе летит долго. Вот к чему веду. Задержка в том, что ты видишь позднее, чем на самом деле это происходит. А не в том, что я вижу или слышу тебя позднее, чем ты пишешь. Уходит быстро. Но вот твоя подруга зачитывает с опозданием. Я это имел в виду. Моя подруга зачитывает ровно в тот момент, когда сообщение приходит ко мне в чат. То, что ты слышишь ее поздно, это потому что видео опаздывает. Я вот к чему веду. Я текст раньше, чем она зачитывает, не вижу. Я его вижу, текст, ровно в тот момент, когда она его зачитывает. Я то есть не могу прочитать раньше, чем она его зачитает. Я, честно, направление уже даже не знаю. Туда я бегу или не туда я бегу? Вот тут какое-то логово арахнидов. Заданий у меня вообще никакого нет. Кто я тут делаю? Ладно, проехали. Ищи шапку и вставляй руны сперва нефть, а потом тир. Ясно, понял. Нужно ли мне всоваться в логово арахнидов? Скорее всего, не нужно. Кто-то потому, что тут паучий лес и вот это все. Я не уверен, что вот эта вот башка лучше. Положу ее в сундук. Иди по заданиям, которые тебе дают. Так нет никаких заданий. Видишь, задания пусты. Никто мне никаких заданий не дал. О! Нефритовая статуэтка, как ты и говорил. Ну-ка, и что он нам скажет? А ты нажми клавишу G и сравни. Клавишу G. Ха-ха! Ха-ха! Нет! Я тебе сразу скажу. Я это уже сравнивал. Это на самом деле пиздеж. Не было такого. Это похоже, но не то же самое. Серьезно. Многие говорят, что ты вот нажми и сравни. Нет. Это имитация. Я даже смотр... Кстати, я говорю, что я не смотрю. Я смотрел. Смотрел я одних обзорщиков белорусов этих. Экзибит. Геймс. Только на них и не подписан. Так вот. Они говорили о том, что типа вот... Это типа как раньше было. Это пиздеж. Было примерно так же, но не так. Это имитация. Это чистой воды имитация. Да я к тому, что движок все равно переписан. Он, понятное дело, что использует те же самые модели. Но он переписан настолько, что нельзя точно воспроизвести то же самое, что было раньше. Потому что, ну, это им пришлось бы тогда два движка паковать. Старый и новый. В одну коробку. Может быть, в визуальной части примерно та же самая, но движок-то они по-любому переписали. Так. Что я готов... Нет, я все-таки еще до следующего портала добегу. Добегу до следующего портала и тогда уже до сегодня закончу. Найти бы его еще в следующий портал. Это при том, что еще есть вот здесь вот это вот место, которое я забросил. Ну, я даже не знаю. Ладно. А что, ладно, может быть, все-таки стоит вернуться, как я слишком далеко забежал. Интересно, интересно. А тут еще вот это место осталось. Надо туда зайти все-таки. Ёкарный бабай! А это, блядь, что такое, сука? Что я могу сказать, карта джунглей максимально неудобная для прохождения. Они сделали все возможное, чтобы она была просто вот настолько вымученной, чтобы не хотелось в нее играть. Именно поэтому я, собственно, наверное, и забросил тогда. Плотно на биг рай. Плотно на бъй. Да. Что то такое искать? они мне защиту на 1-2 сносят сука это джунгли бесконечные если болотина была раньше значит не нужно вниз продолжать бежать туда не как блять так вот мне все это расценивать так я подумал и решил надо с этим заканчивать и на этом я заканчиваю сегодняшний стрим черт с ними со всеми порталами в следующий раз перейду в паучий лес и зачищу болотину а потом уже будем проходить джунгли свежевателей поэтому давайте на сегодня все всем пока вам понравился стрим подпишитесь на канал прожмите колокольчик и вы не пропустите новые стримы которые будут на следующей неделе на сегодня все всем пока до скорых встреч